Наша привычная жизнь находится под угрозой. Климатические изменения набирают обороты, проявляясь все более масштабными и аномальными катаклизмами. 13 апреля 2023 года жители западного побережья Австралии готовились к встрече самого мощного – за последнее десятилетие тропического циклона Ильза. Он обрушился на сушу, установив рекорд устойчивой скорости ветра 218 км в час, а его порывы достигали 260 км в час. К счастью, циклон обошел стороной большинство крупных населенных пунктов. Но те поселения, которые встретились на его пути, были основательно разрушены. К счастью, мы выжили. Мы спрятались в доме у дороги, но крыша начала рушиться, и нам пришлось бежать. Как будто шрапнель летела повсюду. Мы смогли укрыться в морском контейнере и просидели там по крайней мере около четырех часов. Хотя казалось, что четыре дня контейнер даже начало поднимать. В тот момент мы готовы были получить пару переломов костей, но спасти свою жизнь. Мы не могли поверить в то, что происходит. В это же время в Индии продолжительные грозы с дождем и градом бушевали в штате Махараштра. Больше всего пострадали южные и западные части города Пуна. Сообщалось о чрезмерном количестве осадков, которое на более чем 200% превысило показатели прошлого года. Также в середине апреля от сильных градовых штормов и последовавших вслед за ними наводнений в очередной раз пострадали многие провинции Саудовской Аравии. Высокие сугробы из града покрыли улицы городов, парализовав движение транспорта. Сильное наводнение разрушило дороги вблизи города Афиф. Шокирует тот факт, что засушливая пустыня все чаще превращается в бурные потоки воды, которые с легкостью уносят с собой все, что встречается на пути. А в Казахстане из-за сильных снегопадов, начавшихся 15 апреля, жителям даже пришлось искать альтернативные способы передвижения. Ёлки, кора, Астана, да, столько снега вывалило, что люди на снегоходах уже ездят. Машины не ездят, все, встало. Люди вон все откапываются. Ужас, ужас. На столицу страны за три дня обрушилось полторы месячных нормы осадков. За сутки в Астане из-за непогоды произошло более 140 дорожно-транспортных происшествий. В первой половине текущего месяца жители практически всех регионов Белоруссии ощутили на себе последствия весеннего паводка. На отдельных участках рек уровень воды превысил критическую отметку. Активнее всего стихия разбушевалась в Гомельской области из-за разлива реки Сож. Местами улицы затопило настолько, что люди были вынуждены передвигаться на лодках. Климат ежедневно губит жизни людей, а подходы к спасению, несмотря на развитые технологии, не меняются годами. А ведь сейчас существуют технологии, позволяющие эффективно оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях. Однако они не внедряются повсеместно, потому что в современном потребительском обществе на первом месте деньги. Но разве может идти речь о какой-либо выгоде, когда вопрос стоит о спасении жизни человека? Противостоять столь глобальной угрозе возможно лишь сообща. 22 апреля 2023 года весь мир объединился на онлайн-форуме. Глобальный кризис. Выход есть. Расскажи об этом событии всем. Наше будущее зависит от тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok